День. Час в час. Минута в минуту. Радио. Балтком. Утро на Балткоме. И мы продолжаем наше утро на Балткоме. Александр Шунин, Олег Пека. И с нами новый гость Анна Кононова, руководитель отдела коммуникации Латвис Валсцели. Доброе утро, Анна. Доброе утро. Итак, Валсцели утвердила список участков автомобильных дорог, на которых будут установлены системы контроля средней скорости. Давайте поговорим, ну, по крайней мере, начнем нашу сегодняшнюю беседу с этого. Где, когда, зачем, почему? Для кого? Ну, впрочем, это понятно, для автоводителей. Все остальное надо рассказывать. Да, значит, в начале этого года формат, который называется Совет по безопасности дорожного движения, в который входят специалисты, которые каким-то образом отвечают за разные аспекты безопасности, и руководят именно два министра сообщений транспорта и внутренних дел, принял решение выделить 700 тысяч евро на реализацию проекта по установке радаров измерения средней скорости в сети государственных дорог. До этого у нас уже в стране установлены стационарные радары, используются передвижные радары. Был один пилотный проект на шоссе Тейна-Ужик-Окнеса, когда тоже там определенное количество времени действовал радар вот такой вот средней скорости. Что такое радар средней скорости? Это значит, что выбирается участок дороги, подходящий по техническим и разным другим параметрам, где в начале участка ставятся радары камеры, в конце участка радары камеры, и техника измеряет, с какой средней скоростью водитель пересек данный участок, и, соответственно, измеряет, возможно ли это было, не нарушая разрешенную максимальную скорость движения на данном участке. Это не наше изобретение, такие установки действуют в Литве, есть в Эстонии и в других странах Европы. В этом году было принято решение, что дальше такое оборудование на государственных дорогах будет устанавливать наше предприятие «Латвийс Валс Цели». В связи с этим мы этим и занимаемся. Наши специалисты рассмотрели всю сеть наших дорог, это главные и региональные дороги с асфальтовым покрытием, и выбрали 16 участков, на которых в первую очередь нужно было бы установить, по нашему мнению, такие системы. С этим согласились специалисты-коллеги из ЦСДД, из государственной полиции, и поэтому в ближайшее время уже будет объявлена закупка, будут два тендера, один на подведение электричества к этим местам, а второй уже на установку самого оборудования и его содержания в течение трех лет. И когда физически могут появиться эти радары? Мы очень надеемся, что уже в конце этого года физически радары появятся. На это может повлиять ход закупки, то есть будут ли там оспаривания, будут ли какие-то задержки. Если все пойдет более-менее по графику, то к осени, в принципе, первые радары такие должны появиться. Как я уже сказала, выбрано 16 участков. На все 16 этих выделенных в этом году средств не хватит. Мы предполагаем, что первые участки, на которые пойдут средства, выделенные в этом году, 700 тысяч евро, это будет от 5 до 8 участков. Все будет зависеть от количества участков, зависит от того, какие цены будут предложены в ходе закупки. Поэтому мы считаем, что от 5 до 8 участков мы сможем оборудовать. Полный список доступен на нашей домашней странице. Это 16 участков, достаточно большое количество. Самые-самые первые, они расположены в приоритетном порядке, то есть мы уже специалисты определили, с каких участков надо начинать. Все первыми будут это участок Бауского шоссе, шоссе в его начале, ближе к Риге, участок на Лепайском шоссе, ближе к Лепой, дорога между Рызыкной и Даугавпилсом, участок дороги от Цейсиса до Ветспей-Бауги и Рижская окружная, небольшой участок на Рижской окружной. Участки выбирались по разным критериям, в том числе специалисты смотрели, какое количество аварий, дорожно-транспортных происшествий, в том числе тяжелых, произошли за последние три года на этих участках, какая там интенсивность движения, какой процент от транспорта, который там перемещается, составляет грузовой транспорт, и технические параметры, то есть эти участки должны подходить еще и по техническим параметрам, там должен быть равномерный режим скоростной, там зависит от того, разрешены там обгоны или не разрешены, и есть некоторые другие технические нюансы. Полный список на сайте Латвия Свалцели, ну и, конечно же, на портале MixNews.lv мы тоже его опубликуем. Анна, у нас есть звонок из прямого эфира, давайте примем наверняка вопрос. Алло, здравствуйте. Доброе утро. А вам не кажется, что качество езды начинается с качественного асфальта, с дорожного покрытия, с правильной разметки, с правильных узнаваемых знаков, ну, безопасность, я имею в виду, движения. Это как бы для большого транспортно-грузовых, это обязательно разметка, которая будет с вибрацией, там, с шумовыми опознаваниями, если съехал в дороге, они как бы с радаров, что, ну, реально только как бы денег. Вот вы можете сказать, сколько стоит, пожалуйста, километр дороги сделать, как бы по европейским стандартам, там, двухполоска хорошая, и столько будет стоить нам эти радары, которые только будут собирать штрафы, ну, скорее всего, понятно, что это тоже улучшение, снижение скорости, это ты быстрее замечаешь какую-то там, ну, аварию или ситуацию на дороге, да, ну, вначале надо сделать правильную дорогу, а потом ставить на нее радары. Спасибо огромное. Ну, сумма, кстати, прозвучала, по-моему, не раз, 700 тысяч. Но что касается, да, самой сути вопроса. Не могу согласиться со слушателем. Для того, чтобы безопасность движения улучшалась, важно делать много разных вещей параллельно, да, невозможно ее улучшить, делая только что-то одно. Естественно, инфраструктура одна из очень больших составляющих этого дела, но наш опыт, наш латвийский опыт показывает, что чем лучше дорожное покрытие, скорее всего, это и в других странах так, чем лучше дорожное покрытие, как только мы делаем хороший ремонт, людям хочется ехать быстрее. Просто потому что очень хорошо, гладко и замечательно можно разогнаться. Чем быстрее ты едешь, тем больше возможности, что последствия твоей ошибки, да, потому что те аварии – это последствия какой-то нашей ошибки, нашей ошибки как водителя. Мы приняли неправильное решение, решили обогнать там, где не надо было бы это делать, свернуть, выехать, слишком быстро поехали на скользкой дороге и так далее. Это наши решения, которые мы принимаем за рулем. Их ошибки, и последствия этих ошибок, чем больше скорость, тем они сильнее. При фронтальном столкновении на скорости, которая больше 80 км в час, практически невозможно избежать очень тяжелых последствий и летальных. Поэтому контроль скорости, естественно, тоже важен. Контроль скорости проводится на тех участках, где, в принципе, хорошее дорожное покрытие. Наши главные дороги на 80% в хорошем и отличном состоянии. Это именно те дороги, по которым передвигается большая часть машины, по которым мы ездим с наибольшей скоростью. Поэтому и список этих 16 участков на 90% состоит из участков на главных дорогах Латвии. Отдельные региональные тоже есть. Что, если мы говорим о разметке? Да, естественно, разметка важна. Этим занимаемся сейчас уже на большой территории страны. Сейчас как раз идут работы по обновлению именно разметки на дорогах, линии, полосы на многих дорогах уже введены. И в этом году еще будут вводиться акустическая разметка. Таллинское шоссе, Тинк, шоссе Тинк, уже Кокнес, на Даудовском шоссе, на многих участках, на Бауском шоссе. То есть это средняя полоса, на которой сделаны высечки, насечки. И для того, чтобы автоводитель проснулся, если он вдруг потерял контроль над собой, не следит за дорогой и начинает выезжать на встречную полосу. Ну, даже если просто задумался. Анна, у нас есть еще один звонок. Давайте примем. Алло. О-о-о, не дождались. Зармался. Нет-нет-нет, мелькает, мелькает, мелькает. Кстати, по стоимости радаров. Алло, алло, опять. Ну, перезвоните. Да, я могу продолжить по поводу стоимости дорог и стоимости радаров. Как я уже сказала, выделено 700 тысяч, на которые мы планируем до 8 участков оборудовать, плюс содержание этого оборудования в течение трех лет. Строительство двухполосной дороги стоит, ну, где-то полтора миллиона, наверное, за километр. Строительство дороги, которая с одной полосой в каждом направлении, новой такой дороги, стоит миллион. Значит, чем больше полос, тем дороже она стоит. Естественно, чем больше решений различных для безопасности движения, потому что надо думать не только о тех, кто ездит на машинах, но и о тех, кто передвигается пешком. Это значит, что вблизи населенных пунктов нужны пешеходные переходы, двухуровневые. Каждый такой пешеходный переход – это еще примерно миллион. Поэтому наша страна на тот бюджет, который ей доступен, государственный, и беря в внимание другие приоритеты, которые каждое правительство выдвигает, свои, то в настоящее время, к сожалению, у нас нет возможности все необходимые дороги перестроить и оборудовать так, как этого нужно было бы в идеале. У нас разрываются обе линии. Давайте примем хотя бы один звонок. Алло. Доброе утро. Доброе. Вот есть такой индекс глобальной конкурентоспособности. И там по дорогам Латвия стоит, по второй сотне. Два года назад было 118 место. Литва с Эстонией, кстати, 37-38 место. И вот госпожа Кононова, и сейчас Берзыч подключился, бывший экс-мэр, экс-премьер, рассказывает, что у нас к 40-му, к 50-му году, я даже не вспоминаю их, вот эти сказки, будут дороги, значит, высокоскоростные, мультимодальные, широкополосные и так далее. Еще раз, мы во второй сотне, с выделением где-то порядка 300-400 миллионов ежегодно, при сборе где-то больше 3 миллиардов, по всем позициям. Транспорт и налог только в Латвии. Я скажу грубо, вот эти сказки, которыми вы нас кормите, подолго вы будете вот их придумывать, помимо того, чтобы делать что-то, хотя бы приближаться немножко к Эстонии и к Литве. Спасибо за мнение. Да, спасибо за мнение. Я думаю, что это такое посыпание пепла себе на голову, оно, конечно, нам очень нравится и всегда удобно сказать, что все вокруг виноваты и все плохо. Я с этим не согласна. Нам есть куда стремиться, нам есть к чему стремиться. Нас очень много вещей, которые надо делать лучше, больше, шире. Но если мы объективно проедемся по дорогам Литвы и Эстонии, мы можем увидеть, что наши дороги государственные, главные и региональные уже не хуже, а очень даже во многих местах лучше, чем в той же Литве. Надо напомнить слушателям, что в Литве и в Эстонии суммы, выделяемые на содержание государственных дорог последние несколько лет, очень консеквентно были намного больше, чем в Латвии. В Латвии напомню также, что у нас нету так называемого дорожного фонда, куда бы уходили налоги, которые платят автоводители за акциз и другие. У нас все налоги уходят, кроме виньетки, которую платят грузовики, уходят в общий бюджет и каждый год правительство и парламент принимают решение, сколько каждый конкретный год средств будет отводиться на дороге. И дороги у нас, к сожалению, не в приоритете. Еще один звонок. Алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, здравствуй. Вы знаете, я не против радаров ничего, но, мне кажется, в Латвии, ну вот конкретно про Латвию, это тема не безопасности у нас, а больше каких-то денег и всего остального. Я даже могу... Это мое мнение. Почему? Потому что у нас уделяется внимание только автоводителям в качестве радаров. Скорость теперь уже, среднюю скорость, да. Посмотрите, что вытворяют даже велосипедисты, мотоциклисты с загнутыми номерами и всем остальным. Я уже молчу про самокаты и все остальное. Они же подвергают безопасности, как нам говорят, радар только для вашей безопасности. Но когда они едут на красный свет в городе и все остальное, они же подвергают и себя опасности. Но на это никто внимания не обращает, так как... Ну это я так думаю, что с велосипедиста, ну, тяжело поймать, тяжело штраф взять. А тут фотка, водителю пошел штраф, техосмотр ты не пройдешь, по-любому ты платишь. Так что тут речь не о безопасности, а лично о деньгах. Спасибо большое. Да, спасибо большое. Ну, помимо мнения насчет культуры езды велосипедистов, о чем я не устаю говорить и полностью согласен с нашим слушателем, хороший вопрос, между прочим, эти радары будут ли учитывать вообще имеющиеся радары, ловят ли они мотоциклистов, которые действительно, не секрет, загибают номера и так вжик и ушел в закат? Я, наверное, не смогу так очень точно ответить на технический вопрос по поводу того, может ли радар заметить мотоциклиста с загнутым номером. Скорее всего, там начнутся, естественно, если автоводитель, мотоциклист, независимо от транспортного средства, передвижения, естественно, что радары замеряют скорость любого транспортного средства. Если у любого транспортного средства, будь то мотоцикл, лошадиная повозка или автомобиль будет заляпан, свернут или каким-то образом испорчен специально намеренно номер, то, естественно, там начнутся проблемы технические с распознаванием, с предоставлением счета. Мы знаем, что люди, которые хотят как-то избежать оплаты счетов, они наверняка придумают какие-то способы, как сказать, что это были не они, и номер них, и докажите, что это. Но во всех всегда бывают какие-то исключения, но это не значит, что мы должны действовать, как бы руководясь вот этими исключениями. Все-таки большая часть автоводителей этим не занимается, независимо от того, на каком средстве передвижения они передвигаются. И, естественно, что велосипедисты, красный свет и все остальное, это все-таки больше городская проблема. Наши латы и северстели занимаются государственными дорогами, то есть дорогами, которые между городов находятся. А культура езды все-таки она должна быть у всех, вне зависимости от средств передвижения. Пешком ли мы идем на автомашине или на велосипеде передвигаемся. Чем более вежливым мы друг к другу будем, чем больше мы будем думать о том, что безопасны должны быть не только мы в безопасности, но и другие участники дорожного движения, тем, очевидно, безопаснее, в принципе, будет на наших дорогах. Ну и, кстати, да, воспитанием, что называется, чувств. Латвия Свалс Цели, я точно знаю, что занимается. Масса информационных кампаний, посвященных разным нюансам. С нами на связи Анна Кононова, руководитель отдела коммуникации Латвия Свалс Цели. И, Анна, вы просто звезда эфира, телефон по-прежнему разрывается. Олег, прости, 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 еще звонок, да? Я пытаюсь вклиниться с вопросом, да, ну хорошо, давай дадим. Давай, спасибо Олегу за возможность. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. А я не с самого начала как бы слушаю, я так понимаю, про радары, про эти новые, да? Совершенно верно. О 16 участках автодорог, где будут установлены измеряющие среднюю скорость фоторадары. Я понял, понял. Вопрос такой сначала. Скажите, пожалуйста, а вот, допустим, человек превысил эту скорость, да, ему штраф будет как вот написан? Обычно теперь пишут так, превысил максимальную скорость, допустимую. А как будет теперь написан этот штраф, выписан? Ну, формулировка. Спасибо. Вопрос понятен. Не смогу ответить на такой технический вопрос в настоящее время, как будет выписан штраф, потому как штрафы выписывать будет не Латвий и Саластель, а государственная полиция, которая занимается этими вещами. Мы отвечаем за то, чтобы техника была, и она была в исправности. Олег. По поводу техники, да, у меня, насколько планируются эти поступления от штрафов, уже запланировано, вот примерно сколько может быть, и окупят ли они стоимость радаров и когда? Радары не ставятся с целью собирать штрафы и каким-то образом рассчитывать, чтобы штрафами окупить установку этих радаров. Одна смерть на дороге, да, если мы говорим так очень цинично о стоимости и каких-то денежных вещах, то одна смерть на дороге – это примерно полмиллиона убытков для экономики государства. Так что если мы спасем этими радарами две жизни, мы, если вы хотите говорить об окупаемости, то мы окупим уже все эти радары даже слегкой. Поэтому не считается, нету удалотой из вас цели, нету таких расчетов, сколько надо собрать штрафов, чтобы окупить это, да. То есть средства на установку этих радаров выделены из фонда безопасности дорожного движения, которые образуют средства, собранные с нас как с автоводителей, которые мы выплачиваем за окту, да. То есть это, в принципе, уже мы, то есть это не деньги из госбюджета, да, это, в принципе, наши с вами средства, на которые будут эти радары установлены для того, чтобы хотя бы несколько жизней, может быть, спасти. И если говорить о деньгах, этого будет совершенно достаточно. А нужно ли объявлять, где все-таки установлены радары? Потому что, ну, как будто бы мы говорим, в этом магазине красить нельзя, потому что здесь установлена камера, хотя, ну, в принципе, нельзя красить в любом магазине. И, кстати, будут ли установлены предупреждающие знаки? Да, предупреждающие знаки устанавливаются перед всеми радарами, и это норма. Наша цель, чтобы автоводитель снизил скорость движения, чтобы он не ехал быстрее, чем это разрешено. То, что он будет знать, что вас снимают, да, то как бы и все равно будет нарушать, либо же все-таки будет соблюдать, это не суть важная, да. Там есть юридические нюансы, есть вопросы данных личных, есть вопросы о том, о чем государство должно предупреждать, а то там нас снимают, это фотоснимки, это радары, да. То есть это такой комплексный и сложный юридический вопрос, там, та же установка предупреждающих знаков. Но еще раз, цель, чтобы автоводитель ехал, не превышая дозволенную скорость, да, и поэтому нету проблем с тем, чтобы предупредить его, что радар там работает. Это и плюс, как бы, радаров, которые меряют эту среднюю скорость, да, если мы, ну, скорее всего, каждый, кто едет на машине, мы знаем, что там, где находится стационарный радар, там все сбрасывают скорость, а дальше уже как пойдет. Здесь следить за тем, на какой скорости ты едешь, придется на протяжении нескольких километров, да, то есть это ясно, что автоводитель будет должен уделить больше внимания автодороге, больше внимания, будет помнить о том, где он едет, как он едет, потому что, естественно, не секрет, что очень часто мы едем там и на автопилоте, и занимаемся какими-то своими мыслями, которые далеки от самой дороги, по которой мы едем. Ну да, такие моменты, конечно же, воспитывают. Огромное спасибо. С нами была Анна Кононова, руководитель отдела коммуникации «Латвия Свалсцели». Мы говорили об установке так называемых умных радаров, которые замеряют среднюю скорость 16 участков. Полный список скоро появится на портале «Микс Ньюс ЛВ». Еще раз огромное спасибо Анне. Мы с Олегом уходим на паузу, после которой вернемся и будем отмечать Всемирный день пчел. Потому что что? Потому что это жужу неспроста.